8 месяцев работал архитектор Дмитрий Величко над проектом культурно-музыкального центра Донских Казаков, который включает в себя и строительство набережной реки Азовки. Прежде всего предусматривается модернизация существующей лестницы, которая станет шире и массивнее. Не прямую осевую форму, а изгибочную. Почему? Я сейчас рассказывал, что это как река. Это как река, которая застыла, как время застыло. В наше время вот такой современный кусочек времени, который будет для людей, для граждан, для туристов. Будет понятен, что здесь, что здесь находилось на этой территории. Это как основная часть будет уже такого исторического комплекса, природного комплекса, который здесь есть. Справа от каскадной лестницы удобные пандусы для маломобильных граждан. С восточной стороны кафе, стилизованное под казачьей курень. Там будет убранство, все, как было у казаков. То есть это как бы своего рода, даже для молодого поколения, будет понятно, что такое курень, что такое казачий курень. Молодой человек мог подойти, или маленький ребенок мог подойти и решить уже посмотреть, как жили казаки, что это такое. Также там сделать как бы живую национальную прям кухню донскую. Да, то есть это будет сам ребенок, может быть, даже будет участвовать, например, там будет печка там русская стоять, да, и он будет ухватом, там пирожки с кем-то будет, с поваром будет ставить, который сам же слепил. Вместо одной смотровой площадки будет три. Одна из них на кровле музыкально-драматического театра Донского казачества на 850 мест с лестнично-лифтовым узлом и двухуровневой парковкой. Надо отметить, что именно театр – одна из ключевых идей проекта. Планировочные особенности здания театра, а также комплексное освоение рассматриваемой территории позволяют городу Азову проводить культурно-массовые мероприятия, как в закрытом формате в стенах здания театра, так и под открытым небом, что предусматривает общая концептуальная задача проекта территории. Музыкальный театр Донских казаков вдохнет новые творческие течения в культурную жизнь города Азова и Ростовской области, привлечет турист и откроет интерес населения к местным традициям и истории детского казачества. Кроме этого, с западной стороны, недалеко от пирса, должны появиться тренажерные залы, где могут проходить детские концерты и праздники. По словам Дмитрия Величко, данный проект долговременный и достаточно затратный, но в случае реализации поможет решить многие существующие сегодня городские проблемы. Тем более, предусмотрено минимальное вмешательство в природный ландшафт. Я так думаю, что администрация посодействует с этим вопросом, что администрация посодействует в поисках инвестора, хорошего проекта. Да, я думаю, что так. Архитектор уверен, это предложение будет востребовано и оценено по достоинству. Каждый человек захочет узнать историю казачества. Я думаю, что этот комплекс заинтересует людей, заинтересует людей как саму основу, то есть сама основа или идея сама. Это дух вольного казачества, это раскрытие истории, раскрытие его культуры. По словам Дмитрия Величко, многие его идеи и предложения могут быть успешно внедрены в уже существующий проект реконструкции набережной.